Всем здорово! Сегодня речь пойдет об общих и тактических свойствах первого британского танка. Впрочем, порой и не только его, но и вообще о танках всех времен и народов. И для начала будет оценка маневренных возможностей и проходимости, разобравшись в чем можно понять, что может бронетехника и чего она не может. Именно с тактической точки зрения, потому что сами по себе числовые значения, ну например, та же скорость, мощность двигателя, вес танка, ну сами по себе они мало что говорят. И эти характеристики нужно прикладывать к условиям боевого применения, к тому, что происходит на поле боя. Вот сегодня об этом мы поговорим и начнем с проходимости, то есть способности транспортного средства передвигаться по дорогам и вне дорог, и плюс преодолевать препятствия без дополнительных средств. В случае с первыми танками времен Первой мировой, это был едва ли не самый главный приоритет при их создании, потому что какой смысл в броне или вооружении, если танк не может даже доехать до противника, не может переехать через траншею. И здесь требования британских военных были следующими. Двигаться по склону крутизной до 27 градусов, преодолевать ров шириной в 2,5 метра и стенку высотой в метр 30. И эти требования возникли, разумеется, не на пустом месте, а на основе опыта боевых действий, исходя из устройства полевых укреплений и воронок на поле боя. И именно в стремлении соответствовать этим требованиям, первый британский танк во многом и получил свою известную форму. Это когда гусеницы обхватывают корпус полностью, и при этом сам танк имеет характерную ромбовидную форму, с которой проще преодолевать препятствия. И вот здесь и выделим соответствующие показатели. Это удельное давление на грунт, преодоление рва или траншеи, преодоление стенки или вертикальной насыпи, преодоление воронок от снарядов, въезд на склон с крутизной, повалка дерева и переправа через брод. Первым у нас идет удельное давление на грунт. Тут все просто. Чем меньше давление на грунт, тем лучше проходимость техники. Как можно понять, сам показатель напрямую зависит от массы техники и площади опорной поверхности. У танка в этом плане и проявляется то преимущество, что у его гусениц широкая опорная поверхность, и соответственно вес танка распределяется равномерно по ней. Давление в этом случае меньше, чем у тех же колес, даже если танк и весит несколько десятков тонн. По картинке я думаю это будет понятно, особенно сравнивая с бренни-автомобилем. У него опорная поверхность очень маленькая и находится в четырех точках, где колеса соприкасаются с землей. И в этих точках соответственно давление очень большое, около 4 килограмм на квадратный сантиметр. И соответственно он-то уж точно завязнет в грязи. А вот у танка, несмотря на казалось бы гораздо больше вес, удельное давление может быть меньше 1 килограмма на квадратный сантиметр. И это именно из-за того, что его большой вес размазывается по большой площади гусениц, вот вдоль танка. Если говорить конкретно про первый британский танк, то для него самый подходящий грунт это твердый с горизонтальной поверхностью, способный выдержать давление в 1,5-2 килограмма на сантиметр. У Марк-1 как раз удельное давление было около этих значений. При этом крайне желательным считалось, когда грунт был с хорошим содержанием мела и гравия, то есть практически грунтовая дорога. Хотя в то же время есть и информация, что танки старались избегать перемещать по таким дорогам, в которых было слишком много гравия и щебня, так как траки ломались слишком уж часто. А это одна из самых уязвимых и сложных частей танка. Для того, чтобы понять, может грунт выдержать прохождение танка или нет, был у англичану подходящий метод. Если офицерская трость входит в землю на глубину не более 30 сантиметров, значит танк легко может проехать, потому что грунт сможет выдержать давление от 1,5 до 2 килограммов. Если же трость уходит уже на 30-45 сантиметров, то проходимость будет уже средней и танк проедет с усилием, потому что грунт сможет выдержать давление не более 1 килограмма на сантиметр. Ну а если трость уходит в землю больше 50 сантиметров практически полностью, то грунт просто непроходим и он не сможет выдержать даже давление меньше единицы. В некотором смысле это можно назвать простейшим методом инженерной разведки местности. Ну есть метод научного тыка, а есть инженерная разведка методом тыка. И замечу, что в поте до нашего времени выявление характера местности и ее проходимости это важнейшие условия для применения бронетехники. И тут проблема в том, что воздушная фоторазведка не всегда в состоянии выявить реальную проходимость местности. Нет, конечно, если на фотографиях будет один сплошной лесной массив или болото, тогда, конечно, можно сказать и по снимкам, что местность непроходима для танков. Но если местность открытая, то все-таки возникают порой вопросы. Так что для того, чтобы узнать, смогут ли танки проехать в той или иной местности, мало пролететь на самолете, нужно провести инженерную разведку прямо на местности. Это наиболее надежный способ. Но идем дальше и вспоминаем, что танк должен не просто проехать по грунту, но еще куда-нибудь забраться. Наиболее типовые задачи по проходимости это преодоление рва или траншеи, преодоление вертикальной стенки насыпи и въезд на склон с различной крутизной в 20, 30 и даже в 45 градусов. И еще есть преодоление воронок и проволочных заграждений. Учитывая, что высота британского танка была около 2,5 метров, то он был в состоянии легко преодолеть окоп с шириной в 2,5-3 метра и с большими усилиями с шириной в 3,5 метра, что, напомню, было в соответствии с требованиями военных. Вполне по силам танку было и взобраться на вертикальную насыпь в 1,8 метра высотой. Ну, почти в 2 метра. Если же у склона была крутизна в 45 градусов, то и высота склона в 3,5 и в 4,5 метра тоже была вполне по силам танку. Соответственно, все, что выше этих значений, уже не проходимо. Например, если окоп шире 3,5 метров и при этом глубже 2 метров. Тогда танк просто свалится в него и дальше упрется в противоположную стенку, по которой будет не в состоянии забраться. Хотя тут многое зависело и от грунта, сухой или сырой. Если грунт мягкий, то высота стенки должна была быть чуть выше, ну, хотя бы на полметра, чтобы танк не мог забраться. Замечу, что ближе к концу войны англичане как раз-таки и столкнулись с наличием у немцев именно таких противотанковых рвов и окопов с шириной более 3 метров и глубиной более 2. И если предполагалось преодоление именно такого рва, то на танк устанавливали вот такую фашину, которую крепили на крыше танка в передней части. И соответственно, подойдя к траншее, танк сбрасывал в нее фашину и проезжал дальше. Но я думаю, что по видеоряду механика будет более или менее понятна. Выше приведенные значения относятся также и к преодолению воронок от снарядов. По опыту Первой мировой войны было выделено 4 типа воронок. Первый тип – это воронки от легких снарядов, не представляющие собой препятствия для легких танков. Под легким танком имеется в виду французские Рено. Второй тип – это воронки от снарядов средних калибров, проходимые для легких танков с некоторой потерей времени. Третий тип – это воронки от тяжелых снарядов, труднопроходимые для легких танков. И четвертый тип – это воронки от снарядов самых крупных калибров и которые, разумеется, непроходимы для легких танков. Конкретные цифры для этих типов воронок очень уж средние, и тут речь идет скорее об общей оценке воронки, но поскольку слишком уж многое зависит от грунта, от угла вхождения снаряда в землю и от его действия, осколочное или фугасное. Но средненно есть следующие цифры, что 76-мм снаряд делает воронку глубиной 0,7 метров и в диаметре в полтора метра. 122-мм снаряд глубиною 1 метр на 2,5 в диаметре, 152-мм снаряд 1,5 метра в глубину и 3,5 в диаметре, и, наконец, 305-мм снаряд делает воронку в 3,5 метра в глубину и 7 метров в диаметре. Так что можно увидеть, что для британского танка большая часть этих воронок была вполне себе преодолима, но за исключением самой последней, что от 305-мм снаряда. Хотя, с другой стороны, если тех же 122-мм снарядов упадет очень много, то может образоваться поле из воронок различной глубины и при этом с перепадами. И через такое перебраться будет уже не просто и британскому танку. И продолжая, здесь же вспомним и проволочные заграждения. Проходя через них, танк оставлял за собой проход, а вернее две тропинки от гусениц, по которым и могла двигаться пехота. Правда, тут нужно учитывать, о какой именно колючей проволоке идет речь. Нужно учитывать, что проволочное заграждение – это не просто пара размотанных катушек на хлипких деревянных колях. В Первую мировую колючая проволока ставилась порой десятками рядов и высотой почти в человеческий рост. И при этом настолько плотно, что скорее представляла собой настоящие кусты из проволоки. И вот такую колючую проволоку даже и танк не факт, что сможет легко преодолеть и не завязнуть в ней. И в той же Первой мировой все равно нужно было направлять часть артиллерии на разрушение заграждений. Ну хотя бы частично, чтобы уже потом и танки смогли без проблем преодолеть оставшиеся. Тут сложно выдать какие-то цифры и проще оттолкнуться только от артиллерии, что усредненно на то, чтобы проделать проход шириной в 20 метров в проволочном заграждении, требовалось затратить около 4-5 тонн артиллерийских снарядов. И тут все зависело от конкретных обстоятельств, от того, кто в большей степени брал на себя задачу преодоления проволочных заграждений, артиллерия или все-таки танки. Отдельная олимпиада это повалка дерева. Здесь все зависит от веса танка и мощности двигателя. И плюс еще от скорости, есть она или ее нету. В принципе, первый британский танк был в состоянии повалить дерево диаметром в 50-60 сантиметров, а французский Рено дерево толщиной до 20 сантиметров. Но это только при условии, что это будет сделано осторожно и на малой скорости. На большой скорости при ударе у танка может просто-напросто сломаться что-нибудь, и он встанет мертвым грузом. Но и на малой скорости тоже нужно было быть осторожным, а иначе танк мог подвеситься. Ну, то есть танк практически забирался на дерево, гусеницы теряли сцепление с грунтом, после чего он либо все так же оставался в подвешенном состоянии, либо падал на землю. И то и другое было одинаково хреново. От удара об землю танк мог, опять же, получить повреждения. Впрочем, даже повалив дерево, можно было сесть днищем на это же только что поваленное дерево. Или же на пенек, и, свесив гусеницы, беспомощно вентилировать ими воздух. Конечно, может возникнуть резонный вопрос, а зачем на танке валить дерево? А в том-то и дело, что тактически такая надобность может возникнуть, потому что с самого своего формирования танковые подразделения и части старались прятать от воздушной разведки противника везде, где только можно. А лесной массив в этом смысле едва ли не самое идеальное место. Но вот только в нем еще надо как-то разместиться, и не всегда можно проехать между деревьями. И с этим, я думаю, мы разобрались. И, наконец, добавим преодоление водных преград. Не всегда же можно проехать через мост. Британский танк был в состоянии преодолеть брод глубиной не более 30 сантиметров. Но и тут все очень сильно зависело от твердости дна. Если дно крепкое, то глубина прохождения увеличилась и до 40 и 50 сантиметров, а у французского Рено даже до 70. И, подводя промежуточный итог, нужно заметить, что все выше приведенные цифры, ну, по преодолению тех же окопов и в целом условия применения танков, они плюс-минус актуальны и для нашего времени. Во всяком случае, если посмотреть на список препятствий, способных остановить уже современный танк, то эти преграды вполне сопоставимы. Вот тут у нас эскарб должен быть не менее полутора метров в высоту. Крутой скат с наклоном не менее 30 градусов и достаточно большой длины, не менее 12 метров. Ну и овраг с такими же показателями при достаточно большой ширине тоже создаст проблемы с проездом. Воронка от артиллерийских снарядов. Ну, бывают такие воронки, что и специальных противотанковых рвов рыть не надо. А вот и обычный ров. Те же полтора-два метра и не менее трех метров шириной. Лес с деревьями. Если расстояние между деревьями меньше пяти метров, а сами они толщиной не менее 60 сантиметров, то на танке через лес так просто не протиснуться. Ну и конечно же просто очень мягкий грунт все так же является препятствием сам по себе. Ну, если он не может выдержать давление даже меньше одного килограмма на квадратный сантиметр. И вот только в случае с переправой через реку, современному танку все-таки проще. Если глубина не более одного метра, то можно и вброд. А если есть оборудование для подводного вождения, то и все 4,5 метров. Танки времен Первой мировой так все-таки не могли. Но в целом свойства и возможности по преодолению препятствий, они плюс-минус довольно схожи и оформились уже тогда. Ну и вдобавок ряд общих моментов. Танк мог перебраться через живые изгороди, характерные для северо-западной Франции. Мог проломить кирпичную стену толщиной в несколько десятков сантиметров, и которых тоже хватало в небольших городках. При прохождении через разрушенные здания рекомендовалось держаться подальше от упавших крыш, так как под ними мог находиться не просто фундамент разрушенного здания, а вполне вероятно подвал или погреб, в который танк мог провалиться и уже не выбраться. То же самое, кстати, касалось и прохождение окопов через опорные пункты, где можно было запросто наехать на убежище и также буквально провалиться под землю. Так что нечего ерзать на танки по вражеским укреплениям. Еще желательно было избегать движения по узким дорогам, по обеим сторонам, которые поднимались откосы или насыпи. Иногда бывают такие, утопленные в поле дороги. Проблема с ними была в том, что из танка становилось практически невозможно вести наблюдение за местностью, и легко можно было не заметить подбирающегося противника. И это, в общем-то, рекомендации общего характера. И я сейчас обо всем этом рассказываю, вот повторяю, начало ролика, вот чтобы было представление о том, что танк может и чего не может, и чтобы это представление отталкивалось хоть от каких-то цифр, которые хотя бы можно хоть как-то представить, как это происходит на практике. И опять же соотнести с кадрами каких-нибудь всевозможных учений, на которых нет-нет, да и показывают какой-нибудь завязший в грязи танк. А говоря же про танки времен Первой мировой, то всегда нужно держать в голове ту простую мысль, что они и вовсе были сделаны для сухой почвы и желательно без крутых склонов. И, соответственно, для сухой погоды без всякого дождя. Впрочем, то же самое отчасти касается и Второй мировой войны. Но об этом как-нибудь уже потом. И, в общем, это были основные моменты. Можете в комментариях что-нибудь добавить, обязательно добавить. Как у вас обстоит дело с проходимостью по своей квартире, например. Проверить, опять же, включение колокольчика и всех уведомлений. Подписаться на Boosty и зараспространить ролик везде, где только можно. В общем, всем до скорого. Продолжение следует...